Моя гостья Вера Йорова, вице-председатель Европейской комиссии. Мы обсудим, какие возможности есть у Европейского Союза в вопросах защиты свободы СМИ. Вера Йорова, спасибо, что вы с нами. Вера Йорова, спасибо за приглашение. Мы находимся в здании Европейского парламента в Страсбурге. Европейская комиссия представила новый проект закона о свободе СМИ. Свобода СМИ – одна из главных ценностей ЕС. Почему понадобился отдельный закон, чтобы защитить ее? Нам нужны юридически обязывающие правила для лучшей защиты СМИ в Европе, потому что негативные тенденции прослеживаются почти во всех государствах-членах. У нас есть общеевропейская проблема политического давления и финансовых трудностей СМИ. Мы видим много проблем и в государственном медиа секторе. Видим недостаточно транспарентности, когда речь идет о владельцах СМИ и рекламе за государственные деньги. Мы хотим для решения этих проблем ввести юридически обязывающие правила, регламент. А сейчас начнутся переговоры об этом. По вашему мнению, в каких сферах деятельности СМИ больше всего проблем? И в каких странах? Самая большая проблема заключается в том, что мы стали свидетелями сокращения, сужения пространства для свободы слова, для журналистской работы. Прежде всего, необходимо сделать больше для защиты СМИ от политического давления. Вот почему мы подготовили очень важную часть закона, в которой говорится, что государство не должно вмешиваться. Вторая проблемная сфера включает в себя использование шпионских программ для слежки за журналистами или принуждения журналистов к раскрытию источников. Такого рода атаки на СМИ мы наблюдаем в некоторых странах. Еще мы полагаем, что во всех странах-членах Евросоюза должны быть общественные средства массовой информации, а не государственные или партийные СМИ. В-третьих, я думаю, что нам все еще нужно попытаться достичь некоторого баланса в отношениях между СМИ и онлайн-платформами, потому что онлайн-платформы получают слишком много власти, они модерируют контент. Мы хотим, чтобы материалы, создаваемые профессиональными журналистами, сохранялись, чтобы их не удаляли и не оттесняли каким-либо образом. Вы не упомянули конкретные страны? Да, вы спрашивали обо всех странах. Не скрою, я была в растерянности, когда меня много раз спрашивали, в том числе здесь, «Как вы поможете средствам массовой информации в Венгрии?» Именно венгерский медиахолдинг Кесма, по нашему мнению, концентрирует слишком много СМИ в руках одних собственников под общей крышей. А это противоречит принципу плюрализма СМИ. Нам также пришлось отреагировать на ситуацию вокруг Клуб Радио и его проблем с лицензией на вещание. Да, мы решили этот вопрос как проблему нарушения правил телекоммуникации. Но мы также видели проблемы в Польше, где планируется увеличение налогообложения для некоторых СМИ. Или, например, проблемы, с которыми столкнулся ТВ-24. Должна признаться, мне надоело отвечать, что я не могу помочь, не смогла помочь. И тем не менее, помочь я не могу. Потому что у средств массовой информации не больше защиты, чем у любого другого участника единого рынка. Но мы требуем и от СМИ ведь значительно больше, чем, например, от производителя носков. Ничего не имею против производителя носков, но у СМИ особая миссия. Им следует работать должным образом, чтобы защищать демократию. Вы несколько раз упомянули проблему концентрации собственности. Как Европейский Союз может заниматься этим без задействования закона о конкуренции? Правила конкуренции дают недостаточно инструментов для решения проблемы. Я неоднократно обсуждала это с моей любимой коллегой Маргарет Вестагер, и мы поняли, что критерии для оценки действий слишком высоки. Необходимо разработать особый набор правил, поскольку ясно, что конкуренция на медиарынке очень важна. Таким образом, мы приходим с несколькими критериями, которые необходимо будет оценить, чтобы сделать выводы или предварительной оценки того, в какой степени концентрация медийной собственности в тех или иных руках представляет угрозу для флюрализма. Что вы думаете об использовании шпионских программ против журналистов? Мы видели это во многих странах, а где-то это фактически узаконено. Как же уберечь журналистов от атак с помощью шпионских программ? Мы прямо указываем два основания, два обстоятельства, при которых эти шпионские программы могут быть использованы государством. Именно государством, а не частными структурами. Это возможно лишь тогда, когда есть обоснованные угрозы, какие-то проблемы, касающиеся национальной безопасности, или когда расследуется серьезное преступление. В обоих случаях необходимо обоснование и решение суда, потому что нам все еще необходимо в нашей ситуации соблюдать хартию об основных правах. В своем выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн говорила, что некоторые иностранные силы, зарубежные автократии, атакуют Европейский Союз изнутри с помощью троянских коней. Вы знаете, о ком идет речь? О, мы хорошо понимаем, кто и где на нашей территории русский тролль. Кто союзник, кто марионетка, а иногда просто полезный идиот. Отдельные граждане, которые делают это либо за деньги, либо по каким-то идейным соображениям. И вот что мы можем с ними сделать. Мы не можем заставлять людей замолчать просто потому, что они говорят то, что думают, или делятся своим мнением. Мы должны бороться с фальсификацией фактов. Вот почему, вводя меры против дезинформации и российской пропаганды, мы пришли к сочетанию, например, факт-чекинга и отключения монетизации каналов, в сущность которых нам известных, которые распространяют дезинформацию в Европе. Мы находимся под давлением со стороны России в энергетике, экономике, но прежде всего в энергетике. Мы уже привыкли к словам о том, что Путин использует энергетику как оружие против нас. Но против нас используют и слова. Думаю, нам не надо быть наивными. Мы должны делать больше. Я думаю, что мы не должны быть наивными, и мы должны делать больше. В.П. Юрова, спасибо большое за интервью. Спасибо большое.